Президент Федерации подводного спорта Яна Ярошевская, дайвер и глубоководник. Сегодня она обучает мальчишек и девчонок, как правильно погружаться и как открывать для себя неведомые, удивительные водные пространства. Это параллельный мир, где человек также может чувствовать себя очень комфортно, очень независимо и ощутить состояние парения. Поэтому наши первоначальные задачи – дать как раз эти моменты детям, чтобы они поняли, что быть под водой – это здорово, это замечательно и это совсем не страшно. Тщательный инструктаж и объяснение всех правил погружения. Важно, чтобы все было безопасно и комфортно. Первое – у вас должно как автомат срабатывать. Когда вы берете регулятор в рот, то первое – всегда выдох, только потом вдох. Очень тяжело. Ну, сначала было прям вот хорошо, прям вмерять, думаешь, все круто. А потом, когда маску набираешь, воду выдохнуть, вы еще носом выдохнуть, это очень тяжело. Все круто, все интересно очень. Организаторы – Федерация подводного плавания и Всероссийский центр смены планируют проведение тематической смены, направленной на подготовку детей в сфере подводного спорта и дайвинга. Подводная среда очень обширна, поэтому дисциплины, которые будут преподавать, максимально разнообразны. Среди них подводное фото, хоккей, регби, борьба в ластах, дайвинг. Очень тяжелый вот этот костюм. До того, как погрузилась в воду, я еле устояла в нем. Но вроде бы в воде нормально. Когда маска, мы обираем в воду, я не знаю, зачем это все делать. То есть надо выдыхать носом для того, чтобы вышла вода. Дайвинг, хоть и считается экстремальным видом спорта, на самом деле таким не является. И находится на 26-м месте после боулинга по травматизму. При соблюдении всех правил безопасности это всегда интересно, ярко и полезно. Интересно и то, что девушки-дайверы стремительно осваивают подводное плавание. И, как правило, являются более аккуратными и внимательными. Вообще, это очень здорово, что у нас есть такая возможность пообщаться с дайверами, попробовать об этом. Потому что я очень давно хотела как раз заняться дайвингом и есть с чего начать. Нас научили правильно дышать под водой, вынимать и втаскивать в трубку. Сейчас я пыталась запустить в маску воду, но нечаянно ее наглоталось. Надо еще раз отрабатывать это упражнение. Мальчишки и девчонки с удовольствием погружаются. Говорят, что для них это новые навыки, яркие впечатления. И, конечно же, после бассейна мечтают покорить и морские глубины.